приветствую всех зрителей нашего канала сегодня обзор на одно из старейших средств защиты растений от болезней и вредителей неожиданно для меня вызвавшие большой интерес у наших зрителей да и вообще вызывающее большой интерес у садоводов это инсектицид и фунгицид под названием днок и леденок в настоящее время под этим названием чаще всего подразумевается сыпучий порошок иногда гранулированный чаще всего желтого цвета содержащий 400 грамм на килограмм действующего вещества динитроортокризол а точнее аммонийной соли 4,6 динитроортокризола днок это универсальное средство одновременно инсектоакарицид фунгицид и даже гербицид способное уничтожать большинство зимующих вредителей а также самые распространенные заболевания на плодовых культурах ягодных кустарниках и винограде в спектр его действия входят такие основные вредители как клещи, тля, цветоед, плодожорка, листовертки, щитовка и ложнощитовка медяница, моль, пяденица, листобложка, мучнистый червец, белокрылка ну а также такие заболевания как парша, мучнистые и ложные мучнистые росы, манилиоз, то есть плодовая гниль, кокомикоз, клястеросприоз, антракноз, ржавчина, пятнистости, септериоз, курчавость, серая гниль, церкоспороз и различные некрозы короче говоря, днок помогает практически от всех вредителей и болезней история использования днок в сельском хозяйстве и с удовольствием насчитывает уже более 100 лет в настоящее время он запрещен в большей части мира, практически по всей Европе, в США в России запрещен к производству и продаже не менее чем 10 лет назад но насколько мне известно до сих пор разрешен на Украине, откуда возможно в нашу страну и поступает тем не менее в России через интернет или в специализированных магазинах приобрести днок все-таки можно мне встречались упаковки в основном массой 10 грамм или 50 грамм основные достоинства днок, ну прежде всего это широчайший спектр действия, о котором я уже упоминал средство подходит для борьбы практически со всеми зимующими вредителями, клещами а также большинством распространенных заболеваний на плодовых, ягодных кустарниках и винограде пожалуй более универсального средства в настоящий момент мне не встречалось современные препараты на такой широкий спектр действия не способны второе достоинство днок это достаточно быстрое и продолжительное действие препарат начинает работать уже через 2 часа после обработки максимального действия достигает на 3-4 день после опрыскивания а защиту обеспечивает минимум на месяц, по другим данным на весь вегетационный период и у некоторых даже указано, что на до трех лет третий EVO плюс это возможность использования при достаточно низких температурах в принципе днок эффективен при любых положительных температурах однако использовать его рекомендуется для ранневесенних или позднеосенних обработок при температуре воздуха где-то в районе плюс 4-5 градусов по другим данным при плюс 13-20 градусах ну и наконец последнее достоинство днок это его высокая экономичность при достаточно невысокой стоимости самого препарата и современным рекомендациям, которые говорят, что использовать его достаточно один раз в 3 года в саду это средство оказывается одним из самых экономичных теперь о недостатках днок первый это высокий класс опасности этого препарата для человека и животных по одним данным первый, по другим данным второй днок опасен как при вдыхании, так и при попадании на кожу он плохо, очень медленно выводится из организма и способен в нем накапливаться, вызывая впоследствии острые отравления при температуре выше плюс 20 градусов препарат выделяет очень активные ядовитые испарения хотя справедливости ради накопления препарата в организме обычным садоводам не грозит так как они будут, согласно рекомендациям, проводить максимум одно опрыскивание за год тем не менее нужно соблюдать все меры предосторожности при использовании этого средства то есть обязательно работать в какой-то спецодежде резиновой, одевать резиновые сапоги, перчатки, маску, очки, респиратор или противогаз и работать с препаратом не более двух часов подряд за всю историю накопились большие данные по опасности этого средства так известно, что он может вызывать отравления которые могут проявляться либо в легких каких-то симптомах тошноте, недомогании либо в тяжелой форме это может быть и рвота, и изменение цвета глаз и кожи на бронзовой и даже известные смертельные случаи связанные с использованием днок в сельском хозяйстве исходя из всего этого, в современных рекомендациях последних, которые были перед тем, как препарат был запрещен не рекомендовали вообще использовать его на каких-то маленьких садовых участках запрещали для садоводов ну и вот была такая рекомендация, чтобы не пользоваться днок в садах, которые расположены ближе одного километра от каких-то жилых строений второй недостаток днок это высокий класс опасности этого препарата для опылителей, в частности для пчел первый класс ну и для других полезных насекомых почвенной микрофлоры, дождевых червей, птиц и так далее при этом днок способен надолго задерживаться в почве, накапливаться в ней вызывать при частом использовании привыкание у ряда вредителей возбудителей болезней, то есть резистентность по этим причинам в последних рекомендациях по его использованию рекомендовалось проводить обработки днок не чаще одного раза в три года при этом предварительно закрывая брезентом поверхность почвы под деревьями и кустарниками, которые обрабатываются правда, справедливости ради, в более ранних инструкциях рекомендовалось обрабатывать сад дноком один, а то и два раза в году весной и осенью и не накрывать почву, а даже специально опрыскивать или проливать ее чтобы уничтожать вредителей, которые зимуют в почве третий минус днок это его фитотоксичность этот препарат способен вызывать ожоги почек, бутонов, завязей, молодых побегов поэтому обработки им рекомендуют проводить еще до набухания почек, по другим данным, до их распускания при температуре плюс 4, плюс 5 градусов по другим данным, как я уже упоминал, плюс 13, плюс 20 а молодые растения вообще лучше днок не опрыскивать чтобы не вызвать ожоги коры четвертый существенный, на мой взгляд, недостаток днок это некоторые сложности с приготовлением из него рабочего раствора одни его формы, в принципе, неплохо растворяются в теплой воде а вот другие в воде вообще нерастворимы их нужно предварительно растворить в полулитре или литре какого-то органического растворителя коим может быть ацедон, скепидар, уайт спирит или спирт все это, понятно, не добавляет легкости в приготовлении раствора и делает его достаточно вонючим он и сам по себе плохо пахнет а при добавлении растворителя становится еще более вонючим и работать с ним в саду становится сложно помимо резкого неприятного запаха днок отличается также очень ярко выраженной красящей способностью из-за которой он может красить, как правило, в желтый цвет различные обработанные поверхности что не всегда приятно для садовода если какие-то стены белые пожелтеют или краска на автомобиле и тому подобное еще один недостаток это взрыва и пожароопасности этого вещества из-за которого следует соблюдать определенные меры безопасности при его хранении чтобы, соответственно, не загорелось и не взорвалось ничего также в небольшой минус днок следует занести его очень плохую баковую совместимость по всем данным, которые мне удалось найти в интернете этот препарат несовместим практически ни с одним пестицидом поэтому приготовление с ним баковых смесей невозможно ну и, наконец, последний, восьмой недостаток днок это большой риск, покупая этот препарат приобрести что-то некачественное или откровенную подделку дело в том, что для использования в личных подсобных хозяйствах он запрещен для сельского хозяйства также запрещен уже, как я отметил, не менее 10 лет назад поэтому, по сути, в России официально не производится и не продается все, что вы можете купить это либо какая-то контрабанда либо какие-то старые, возможно, уже просроченные запасы которые расфасовали в какую-то мелкую ручную фасовку ну и, естественно, за качество подобных средств никто никакой ответственности не несет теперь несколько слов о регламенте применения днок поскольку какого-то единого регламента мне найти не удалось данные разнятся видимо, это связано с тем, что препарат в разное время использовался по-разному и, соответственно, были различные рекомендации по его применению я составил некоторый усредненный регламент и вот сейчас вам его хочу представить итак, рабочий раствор готовится из расчета 50-100 грамм препарата на 10 литров воды в водильных источниках указано, что можно использовать до 400 грамм на 10 литров воды днок расход рабочего раствора 2-10 литров на дерево или 15 литров на сотку по яблони и груши 2-7 литров на дерево или 10 литров на сотку по косточковым культурам 0,5-1,5 литра на куст или 15 литров на сотку по ягодным кустарникам 8 литров на сотку винограда обрабатывать следует 1 раз в 3 года или не чаще 1 раза в год ранней весной до набухания почек или поздней осенью уже после листопада срок годности днок по разным источникам от 3 до 5 лет или в некоторых источниках указано, что храниться он может бессрочно данных по условиям хранения днок мне найти не удалось Подведу итоги Готовя сценарий для этого обзора мне удалось увидеть очень много мнений от сторонников использования днок в саду Как правило, сводятся они к тому, что это очень эффективное недорогое, быстродействующее средство способное всего за одну обработку избавить вас от основных вредителей болезней в саду на срок от 1 до 3 лет что все рассказы о его опасности сильно преувеличены и запрет этого препарата во многих странах мира в большинстве связан не с тем, что оно какое-то опасное а с тем, что появились более современные, дорогостоящие, менее эффективные средства которые надо продать и удалили таким образом более интересного конкурента днок и изменили на эти современные дорогие средства Однако я в теории заговоров не верю и объективно рассматривая днок понимаю, что обратной стороной его высокой эффективности широкого спектра действия и продолжительности воздействия являются такие недостатки, как неизбирательность и высокая опасность для человека и окружающей среды Именно из-за несоответствия современным требованиям по этим показателям а не из-за каких-то там теорий заговора этот препарат и был запрещен в большинстве стран мира и в России И каким бы он там экономичным и успешным не был все-таки современный человек использоваться такими средствами не должен Тем более, что велик риск, я бы даже сказал, очень велик приобрести некачественный препарат, просроченный или откровенную какую-то пустышку-подделку покупая днок или его родственник нитрофен Поэтому я лично никому не рекомендую пользоваться этими средствами Если же у вас все-таки возникло неотвратимое желание обязательно воспользоваться днок или нитрофеном в своем саду то хотя бы жестко соблюдайте все правила безопасности потому что за 100 лет накопилось огромный объем данных об опасности этого средства и эти данные игнорировать нельзя Они очень объективны На этом сегодня все Как всегда постарался донести до вас максимум полезной информации Жду от вас подписки на канал Лайков или дизлайков, комментариев, вопросов Пока!